всем привет друзья сегодня мы распаковываем две такие посылки в одной посылочке у нас телефон от компании сяоми это редми нот 4 глобальной версии а в этой коробочке у нас аксессуары для этого телефона заказаны на сайте это обау через посредника давайте распакуем посмотрим что здесь внутри начнем давайте распаковки телефона пришел у меня он в такой упаковке заказывал я на сайте алиэкспресс у продавца фэнтези технологи вот посылочка пришла у меня за 15 дней почта из сингапура открываем как мы видим в подарок продавец положил такой вот силиконовый чехольчик телефон вот такой вот коробочки написано четверка 32 встроенной памяти 3 гига оперативки и самое главное что мы здесь можно видеть это global version ридми нот 4 глобальной версии вот описание полностью на английском языке вот отличается данный телефон от китайской версии 4x именно коробкой и тем что он глобальной версии он поддерживает band 20 который используется российскими операторами мобильной сотовой связи для интернет для 4g и lte например используется оператором билайн так смотрим модель телефона это 2016 102 и дата производства это февраль 2017 года давайте распакуем посмотрим распечатываем упаковку упаковка в пленке то есть заводская продавец ее не открывал не перепрошивал телефон предварительно открывается вот так коробочка как и все коробочки xiaomi так смотрим значит это вот такой вот телефон я заказывал телефон золотом цвете потому что на данный момент глобальная версия была у продавца только золотом цвете так смотрим ну передняя фасадная панель у него белая экрана имеет закругление то есть два с половиной d стеклом такие вот у него грани снизу динамики вот кнопочки нигде ничего не люфтит не болтается здесь сверху это разъем наушников инфракрасный порт и второй микрофон так давайте включим напомню что в глобальной версии используется процессор snapdragon 625 отличается этот телефон от глобальной версии от redmi note 4 тем что в redmi note 4 обычном там использовался процессор mtk что не совсем хорошо процессоры snapdragon считается более энергоэффективными процессорами и как бы востребованы больше на рынке чем процессор медиатек вот включился у нас телефон нажимаем далее вот что-то он там у нас уже пропищал убираем русский язык вот у нас русский язык здесь нажимаем далее вот так вот выбираем страну свою все как обычно это предварительная настройка телефона всего не производится таким образом секундочку и телефон запускается так включаем яркость на всю чтобы хорошо было видно на видео но здесь изначально наклеена заводская пленка которая матовая немножечко у нас искажает конечно так ну давайте сначала нас посмотрим самое главное это информацию о телефоне здесь мы видим redmi note 4 android версии 6 так расшивочка у нас стоит глобальная стабильная 8 1 14 к 3 гига оперативки мы видим памяти 22 свободно из 32 гигов и так друзья давайте посмотрим какая используется в телефоне камера заходим начать версию ядра нажимаем несколько раз попадаем в инженерное меню где смотрим информация о версии как мы можем увидеть значит здесь используется обе камеры samsung передняя это с 5 к 5 е 8 и задняя с 5 к 3 л 8 вот такая информация инженерное меню вот ну что целом телефончик смотрится очень хорошо что еще здесь можно проверить можно проверить как он фокусируется у нас фотографирует качество очень хорошее очень хорошее качество фотки получилось ну что значит стандартная прошивочка стоит компании сяоми на мию ай 8 все работает хорошо перевод полный глобальные версии все он здесь номеронабиратели на русском языке все у нас вот такой телефончик ну что ребят давайте пройдемся по комплектации телефончик пока отложим сторону комплектация это значит вот инструкция здесь все на английском языке стандартная такая вот какой-то вкладыш редминат 4 здесь описание у нас что входит здесь значит это зарядный кабель микро usb стандартный значит зарядное устройство у нас европейского типа с нашей российской вилкой удобство заключается в том что не нужны никакие здесь переходники которые постоянно отваливаются там или плохой контакт у них зарядное устройство можно здесь увидеть 5 вольт 2 ампера что в комплект еще входит вот такая вот скрепочка для извлечения лотка для сим-карт коробочка здесь я вам показывал уже здесь складываем здесь все обратно хотел еще вам показать сравнение этого телефончика с моим телефончиком mi5s plus вот по размеру можно сравнить их вот они два телефона рядом выглядят у mi5s plus диагональ 5,7 дюймов у редминат 4 глобалки диагональ 5,5 дюймов как и у 4x тоже вот который также является его полным полной копией за исключением бенда 20 значит спереди сзади телефончики тоже выглядят вот но мой телефон сейчас в чехле и на нем наклеена защитное стекло также на этот на редминат 4 заказал тоже такой же бампер сейчас мы будем это все смотреть далее хочу также отметить что вот эти родные силиконовые бампера которые продавцы кидают в подарок они очень низкого качества даже видно в пакете что он был так прижат сильно я не советую вам их использовать вообще потому что это смотрится очень стрёмно на телефоне поэтому я его откладываю сразу дальше а сейчас мы распакуем вот такую вот коробочку напомню что когда телефон не заказывал то на алиэкспресс еще было очень мало аксессуару для именно на 4 x или на 4 глобал версии поэтому пришлось заказывать толпа у проверенного продавца у которой заказывал вот эти вот аксессуары вот этот чехол силиконовый это стекло тоже потому что на самом деле проблема со стеклами очень сильно для таких телефонов у которых имеется два с половиной до края дело в том что любое стекло которую которую бы не приклеивали она постоянно будет отходить у вас по краям вот эти стекла от производителя банайр они идут в комплекте с гелем специально сейчас мы наверно посмотрим в коробке должен быть такой гель который проб промазывает вот эти края и телефон то есть стекло на телефоне она не отходит тогда и нету за воздушных прослое которые смотрятся вообще ужасно просто некоторые отказываются полностью от этих стекол потому что сходить со стеклом это вообще портить только вид самого телефон значит распакуем эту посылочку сейчас вот вот так вот запечатана хорошо напомню что заказываю через посредника на того балу ссылку могу дать в описании кому вдруг понадобится дело в том что посредник этот толпа дает 10 долларов за новую регистрацию вот что совсем как бы выгодно то есть здесь аксессуара у меня ровно на 10 долларов плюс я заплатил только за доставку вот доставка заняла восемь дней из китая со склада посредника дома и у города ставрополь то есть оставляет он через быструю авиапочту с треками lm cn кто знает это то есть они доходят очень быстро вот то есть я получил даже быстрее эту посылочку чем сам телефон который заказал на несколько дней ранее распакован значит посмотрим что здесь нам посредник упаковал как в каком все состоянии напомню что на алиэкспресс до сих пор нет этих аксессуаров потому что почему-то продавцы на алиэкспресс с большим запозданием начинают торговать хорошими аксессуарами что у нас в этой коробочке значит все что пришло вот в этой упаковочке значит это у нас not 4x я заказал аксессуар для но 4x потому что но 4x и но 4 global это одна и та же модель считай давайте по порядку это стекла вот в таких коробках в этой коробке скорее всего у нас силиконовый бампер будет сейчас мы это все увидим и посмотрим с вами открываем эту коробочку их коробка хорошая ребят тугенько все в этой коробочке у нас значит идет вот такой вот чехол чехол книжка называется вот он здесь датчик у него магнитный для того чтобы автоматически активировать телефон при открытии закрытии примеряем сюда его вот он сюда такой вставляется вот крышка его здесь вверх-вниз так нужно на настройка включить срабатывание флип-крышки сейчас мы это включим для того чтобы это включить мы должны зайти в экран блокировки отпечаток пальца и здесь нажать вот smart cover lock of screen но они так еще не перевели смарт-обложка вот включаем здесь если мы это выключаем то смарт-обложка никак не срабатывает вот когда мы это включаем датчик холла так называемый раз телефон тухнет так вот открывается также тут есть настройка еще одна есть прозрачная вот как у меня крышка и есть закрытая полностью когда она вся закрыта но мы ставим конечно прозрачный для того чтобы можно было отвечать на звонок при входящем вызове здесь у нас будет окошко на котором можно ответить на звонок здесь тоже наклеена вот она защитная пленка и надо тоже собирать в общем телефон будет вот так вот у нас включаться по нему можно разговаривать здесь можно будет отвечать на звонок сразу же в общем такое здесь все прорези все идеально подходит под камеру в общем такой чехольчик хороший так ну давайте пойдем дальше в коробке еще такая вот есть заглушка разъема для наушников некоторые ставят и некоторые нет на самом деле это а ребят смотрите здесь еще в коробке продавец положил защитное стекло кстати это наверно подарок потому что в описании нигде не было указано что к этому чехлу входит защитное стекло давайте всего приложу и посмотрим на самом деле да это очень плохое защитное стекло потому что она слишком сильно не доходит до краев вот ну хороший бонус как бы спасибо продавцу на таобао что он позаботился положил так вот стекло теперь понятно для чего вот эти салфетки я сразу просто не увидел и не понял что это за салфетки это одна спиртовая одна сухая для того чтобы потереть хорошо экран при перед наклеим пленочки вот такой бриллиантик ну все с этим все понятно откладываем это дальше так смотрим что здесь по идее здесь должен быть силиконовый чехол такой же как и на моем телефоне с золотыми краями вот точно да здесь ребят продавцы тообао просто радует заказывал только один чехол но опять так же продавцы но 4x кинули еще одно защитное стекло но это отличный приятный бонус это стекло конечно покрашенная она прилегает полностью закрывает полностью всю переднюю панель отверстие все совпадает просто идеально до миллиметра вообще суперское стекло но единственный недостаток от этих стекол то что под вот таким вот углом начинается видны вот здесь нефтяные такие вот липы как бензиновый их называют разводы то есть но если хорошо приклеить его то принципе все отлично давайте посмотрим что здесь здесь также также вот входит салфетки для программе а вот дело в том что когда я заказывал вот этот чехольчик то там не было что входит аксессуар ведь они еще положили какой-то аксессуар к нему значит смотрите какой красивый женский телефон у меня будет для жены я брал ей в подарок вот так вот такой красивенький силиконовый чехольчик ребят на алиэкспресс не в пока не встречала таких еще наверно уже появились конечно пока я все это ждал в общем сейчас я один тугенько одевается я помню это по своему телефону еще не 5s плюс какие-то одевал смотрите короче вот такой телефончик получается единственное что я заводские пленки еще не снял надо было снять конечно вот стразины прямо не здесь такие пропечатанные хорошо смотрится это просто сейчас она здесь еще не облеглось когда она обляжется быть прорези просто идеально все совпадает здесь разъем этот шнурок затягивать кнопки нажимаются все отлично здесь тоже все продумано под на 4x единственно что вот чем отличается 4x от 4 медиа тека но 4 медиа тека который что что у 4 медиа тек вот разъем инфракрасного порта он где-то здесь и чуть-чуть совмещены смещены вот эти вот разъемы на несколько миллиметров что не позволяет использовать нормально чехлы 1 4 медиа тек овский их на этом телефоне эти китайцы сразу же доделали переделали под этот телефон свои аксессуары и теперь все совпадает просто идеально здесь она чуть все натянется еще получше вот просто идеально вот здесь все совпадает тоже сенсор у нас срабатывается камера под вспышку тоже аксессуар хорошо подошел все давать так что давайте я пока сниму потому что сейчас мы будем дальше распаковывать защитные стекла которые я заказывал и конечно если бы я знал что каждый продавец того бау старается угодить своим клиентам и положить защитное стекло в качестве аксессуара конечно я бы заказал наверно одно стекло так я заказывал два стекла продавца бон айр который мне понравился когда я заказал для своего значит вот это шнурок делать не знаю как он тут какая-то вот кнопка здесь зачем это все а это снимает когда вы нажимаете кнопку то можно быстренько снять со шнука я то что этот шнурок позволяет носить телефон на шее а если вам нужно быстренько снять его отложить вот эта кнопка нажимаете и так снимается все ну чё классно молодцы ребят вот они чисто розовый для девочки для женщины прям суперски и опять же вот такая заглушка только здесь другое вот отдам ребенку своему это так давайте это откладываем тоже дальше вот производитель значит мармотер какой-то вот китайский даобао продает он значит вот так вот так давайте посмотрим дальше так ну и самое главное распаковываем теперь стекла банная помню что эти стекла мне понравились пор когда их заказывал для своего телефона mi5s плюс должно быть одно стекло такое как у меня на моем телефоне значит с отливом с голубым отливом вот а второй должен быть просто белый вот смотрите чем отличается стекла банная от всех других стекол что банайровские здесь написано 44 чтобы она и русские стекла клеится вот по такому шаблону что есть телефон ухты ребят пленка заводская задирается при вставке вставляете телефон шаблон фиксируете из потом наклеиваете защитное стекло это позволяет наклеить очень ровно стекло вот нигде не съехать не сместиться все получается очень идеально значит каждому стеклу продать банная кидает вот такие вот шаблоны складываем их дальше смотрим вот они такие два стекла одна коробка толще другая тоньше сейчас посмотрим в чем их отличие давайте начнем с тонкой ладно так уж и быть начнем просмотрим с тонкой коробки распечатывая раз открываем что мы здесь видим если вам интересно также можете посмотреть мой обзор на эти стекла и по наклейке информацию и у как я клеил на своими 5s плюс вот что здесь салфетка здесь инструкция баннерская фирменная расписано все как по шагам правда на китайском языке дальше о стали вот такую штуку ложить когда я заказал на свой телефон тогда еще такую штуку не клали это карбоновая пленка короче говоря на заднюю часть но на самом деле нет прорези приход придется они ребята они продавлены прорези прорези прорезанные просто их нужно снять вот они все прорезано уже но я клеить не буду после нее телефон золотой нравится больше чем вот это белый карбон так что в общем белый карбон это бесполезный подарок так значит а вот смотрим вот это стекло оно на вид немножко вот желтоватое вот это стекло оно с голубым отливом это стекло со сечением синего цвета для того чтобы защитить глаза от синего цвета излишнего от ультрафиолета вот смотрите как она хорошо подходит сюда это стекло по камере по дачку света все идеально подходит здесь доходит прям до самых краев видимой части стекла в отличное стекло по шаблону наклеится я думаю вот на просветом тоже так вот если на него смотрите на синеватом отливом я наклею вам посмотрим что получится значит это стекло у нас голубова то я начали мы значит распаковывать напомню еще раз с тоньшей упаковки давайте посмотрим что в следующей упаковке вроде как бы это должно быть стекло как я помню когда заказал более защищенная то есть ого тут две салфетки зачем а я помню припоминаю тут вам должно быть два стекла вот значит открываем та же самая инструкция по наклейке опять карбончика не кинули значит здесь точно здесь два стекла вспомнил там был лот на выбор одно или два стекла вот здесь было два стекла вот эти просто стекла прозрачные без всяких голубых отливов вот здесь то же самое прозрачное стекло вот но здесь и в комплекте 2 ну как бы вдруг одно разобьется может быть второй наклей для этих целей я должен показать как это думаю то же самое будет по размерам и по качеству то же самое будет как предыдущая которая мы сейчас прикладывали вот все подходит идеально посмотрим потом как она все наклеится но дело в том что до смотрится просто суперски ну на этом все как бы распаковочка аксессуаров и телефона у нас закончена сейчас я буду наклеивать защитные стекла и покажу как это все будет смотреться без вот этой матовой пленки я буду клеить сначала голубоватое вот это стекло потому что мне она больше нравится я думаю мы жене тоже понравится открываем салфетку смотрим то есть в комплекте салфетка вот так вот такой вот гель как я говорил вам который заполняет не отходящая по краям стекло то есть этим гелем заполняется она и получается идеальная такое наклеена и стекло которое кажется что полностью прилегает хорошо и нигде не отходит ну что давайте производить наклейку стекла так вставляем сюда до упора вот и просто опускаем вниз смотрим что здесь у нас совпало все об чуть-чуть не совпало чуть-чуть подравниваем и вот так опускаем смотрим стекло начинает автоматизировать само а так начинает проклеиваться извлекаем из этого этого и видим как вот она дальше начинает само заклеиваться заполнять все воздушному если вы присмотрите симу то можно увидеть что вот здесь край немножко у нас не проклеился если мы так придаем то он как бы вроде приклеится и сразу же отходит для этого есть вот этот гель сейчас я вот этот край наклеился просто идеально вот этот край сейчас будем заполнять гелем при наклейке сразу видно что стекло стало за отсвечивать синим цветом включаем то есть на белом у нас видно немножечко такие теплые оттеночки теперь можно яркость нам чуть-чуть уменьшить потому что матовая пленка забирает яркость получается вот такое вот стекло берем вот так вот этот гель на самом деле здесь не так уж и много этого масла или геля берем значит макаем макаем этот гель и начинаем вот так вот промазывать вот смотрите вот так вот полностью заполняем вот этот воздушную так вот хорошенечко вставлять и в общем промазываем постепенно вот этот весь край вот таким гелем в общем нужно просто пройти аккуратно промазать все части вот ну что ребят сейчас я буду дальше проходиться промазывать в целом получается потом нужно обязательно взять протереть от этого масла экран вот получается смотрите вот такой вот отличный телефончик с таким вот наклеен стеклом голубоватого отлива включаем пользуемся также хочу отметить что все равно стекло не доходит не до края экрана вот но на это для этого у нас есть силиконовый бампер который когда оденется полностью закрывает как раз так вот бортик на этом силиконовом бампере он доходит прям как раз до края я защитного стекла и исключает практически любые удары которые могут привести к откалыванию заводского стекла который при использовании силиконового бампера это нужно очень сильно постараться чтобы разбить телефон дело в том что когда разобьется вот защитное стекло и мы его снимем и наклеим другое запасное или закажем новое давайте один уже ладно показать чтобы как это все будет выглядеть наконец-таки наш силиконовый бампер этот и смотрим всю прелесть этого чехла значит выглядит он вот так вот все закрывает хорошо вот смотрите как классно смотрится вот и что хорошо что-то этот бортик он прям доходит до края защитного стекла и защищает полностью весь телефон ну что ребят по моему для женщин золотой цвет это вообще супер покупайте своим любимым с женам подругам мамам такие вот красивейшие аксессуары может быть скоро их начнут продавать на оле может уже начали продавать но когда я искал я ничего не нашел пришлось не обратиться на таобао я дам вам ссылку на посредника которого заказывал все эти аксессуары на таобао также дам ссылки на таобао на товары чтобы вы не мучились искать потому что там все на китайском ну кому интересно дам ссылку также на продавца на алиэкспресс который заказал этот телефон это напомню также фэнтези технологи довольно очень известный продавец с хорошим рейтингом и славится быстрой доставкой в россии не знаю как другие страны в россии доставляет быстро свой телефон не 5 из плюсы тоже брал у него до этого тоже все у меня хорошо доставили быстро вот такая вот красота получается ну что ребята спасибо за просмотр всем пока кому понравилось видео подписывайтесь на канал если у вас какие-то остались вопросы ко мне задавайте это в комментариях я с удовольствием отвечу на все ваши комментарии и ставьте лайки не забывайте также спасибо за просмотр еще раз всем пока